Здравствуйте, друзья! У нас сегодня уже конец ноября. Я наконец-то дождалась снега. До этого у нас было очень серо, грязно, и в лес совсем не хотелось идти. А сегодня такая красота, такой подарок зимы, зимний подарок. Навалил снег. Теперь стало намного приятнее и красивее в лесу. И я решила сходить за грибами, за зимними грибами. Ну, а если не будет грибов, просто прогуляемся, пройдем, порадуемся первому снегу. Вот забавно. Вот вроде бы мы все уже взрослые люди, а первый снег всегда напоминает о детстве. о зимних забавах, зимних игрищах. И почему-то на душе становится так радостно, хорошо и светло. Так что, надеюсь, зима у нас уже началась. Снег этот никуда не пропадет. Ну что, вперед. Такой снежок пошел хороший. Не знаю, видно его, нет. Но погода сегодня просто выдалась чудесной. На улице где-то 0, минус 1. Безветренно абсолютно. Тихо, хорошо. Просто вся природа шепчет. Бегом в лес. Смотрите. Вот они. Зимние. Красавцы. Видите? Причем забавно. Они совершенно не замерзшие. Смотрите, сколько их под корой еще. Да, сбор вот таких зимних опят под снегом прям буквально оправдывает их название. Зимние опятки. Такие хорошенькие. Свеженькие. До чего же сказочно становится в лесу, когда деревья под снегом. Вот такая красота, такая чистота. Сегодня хороший денечек. Мороза нет. Снежок выпал только вчера. Поэтому душа еще радуется и поет. И вообще зима навевает какое-то детское состояние в душе. Ожидание праздника. Даже мой овражек может быть красивым. Вы уже видели мой овражек в предыдущих фильмах. Он всегда такой серый, невзрачный, много поваленных деревьев. Ну а сегодня, в снежный день, он очень красивый. Ну я продолжаю искать опятом. Какая-то большая надежда у меня на вешенки. Вот еще опята. Нет, сверху их нет. Так что я сегодня буду со свежими жареными грибочками. И причем надо же маленькие еще какие. Прям совсем малыши. Вот уж действительно с ведрами в зимний лес. за зимними грибами. Конечно, сейчас можно достать грибы из морозилки. Но какие грибы сравнятся по вкусу с только что собранными. причем не замерзшие абсолютно. А тут почему-то они маленькие. Оставляло их расти. И оттепели были. Но расти они что-то не захотели. Сейчас гуляю по этой красоте. Аж дух захватывает. Снег не глубокий. Ходить еще можно. Но скоро, если он навалит, то в лес уже будет не пройти. Вот смотрите, как хорошо зимние опята видны на деревьях. Поэтому собирать даже в снегу их очень легко. То есть так смотришь на каждое дерево и ищешь вот такие яркие пятнышки. Это несложно. Весь лес в серых-белых тонах поэтому грибы видны очень хорошо. Вот они, красавцы. Такая шапка снега на них. Так забавно грибы зимой. грибы на снегу. Красотища. Такая гроздь свеженькая, хорошенькая. Мягкая, приятная. О, какой огромный трутовичелла. Прям такой природный стол. Только высоко. Прикольный. Все в снежных шапках и трутовики и деревья. Правильно, не май месяц. Безумно красиво. Он где-то вдали каркает друг Василия. Интересно, прилетит сегодня? Привет ему передать. Прикольно. Смотрите. Помните этот родотус глоневидный редкий гриб, который я показывала? Ну, надо же. Растет, переживает и отепель, и заморозки. Вот. Да, но сеточка с этого родотуса так и не пробилась. Вот еще, смотрите, опята. Ух ты! Как у них ножки глубоко уходят. Да, дерево они уже сгубили. В принципе, это дерево уже давно мертвое. Смотрите, как прикольно растут, когда из-под коры вылазят. так что, зимние опята меня порадовали в этом сезоне, а вешенок я так и не дождалась. Так было пару семеек, но обычно их здесь так много растет, но не в этом году. Так, не будем ныть, надо довольствоваться тем, что у нас есть. да и опят-то не особо много почему-то. Такие, такая оттепель стояла. Я думала, они все-таки вырастут, но нет. Небольшие семейки попадаются, а так, чтобы прям массово, столько нет. А вот прошлась подальше, и зимние опята стали попадаться все чаще. так что я надеюсь сегодня на жареху я наберу точно. Потому что очень хочется показать вам один секрет жарки вот таких скользких зимних опят. Такие красавцы, все-таки классно. Кругом снег, начало зимы, а ты с грибами, причем со свежими, вкусными и полезными. вот еще семейство опят. Видите, тоже все под горой. Скользкие такие. Вот из-за того, что гриб скользкий, при его жарке существует небольшой секрет. которые я вам покажу, когда буду их жарить дома. Смотрите, какие еще маленькие растут. Прям совсем пупыренки. Ну-ка, тут вокруг что у нас делается. Но это уже съеденные. Кем съеденные непонятно. Господи, а наверху-то сколько еще маленьких пупырышков. О! Кар-кар! Слышите, опять друг Василия прилетел. Передать ему пламенный привет. Хорошо, я передам. Все дойдет в лучшем виде. так что слышишь, Василий, тебе привет от твоего друга. Он по тебе говорит, очень скучает. Куда делся? Кар! Кар-кар! Нет, улетел. Передал привет и исчез. Вот еще красивая прям роскошная я бы сказала семейка зимних грибов. Прелесть какая. Ну вот мы их сейчас и соберем. смотрит какая находка. А я уже только хотела уходить. Вон какая прекрасная семейка сидит. Крупные, хорошие. Вон спрятавшиеся. Эти кто-то погрыз или корой задело. еще одна семейка опят. Так что в принципе мне сегодня очень даже повезло с грибами. грибами. Не зря я сходила в лес. Но уж очень не захотелось свежих жареных грибов. Ай! И вот так вот ненавязчиво у меня получилось почти ведерко зимних опят. Ну сами знаете после вываривания такое ведерко превратится в одну сковородочку полноценных грибов. Ну и это хорошо. Собрать зимой грибы это отлично. Ну вот и все. Моя прогулка подошла к своему логическому завершению. Потому что я набрала ведерко зимних опят. Прям как мечтала и как хотела. Ну это я закрыла свой грибной сезон вот такими хорошенькими опятками. но прогулки по лесу никогда не закончатся. Будем гулять и зимой и летом и круглый год. Пока снега мало буду стараться ходить почаще в лес. И у меня сейчас тот период когда льда еще нет у нас по крайней мере. Поэтому что еще остается делать как не прогулки по лесу. Тем более в лесу так красиво. Я и так просидела дома две недели. Какая-то можно сказать депрессия напала в связи с грязью серостью. Даже лес не радовал. Так что друзья все-таки до новых встреч в лесу. Всего вам хорошего. Пока. депрессия